Хочу поблагодарить вас, мои подписчики, и чтобы порадовать вас еще, я совместно с создателями игры Викинги продолжаю конкурс, где главный приз iPhone XS. Ежедневные челленджи, развитие замков, интересные квесты и миллионы игроков, все это в атмосфере наших любимых игр из 90-х и 2000-х. Вот что мне всегда нравилось в Викингах. Итак, ребята, что нужно сделать, чтобы получить свой iPhone XS? Все очень просто. Для того, чтобы получить свой новенький iPhone XS, скачайте Викингов по ссылке в описании и дойдите до 10 уровня Дворца. Розыгрыш состоится 5 марта, не пропусти. Друзья, каждый ваш переход по ссылке в описании помогает мне развивать канал, ведь только по моей ссылке вы получаете, как всегда, 200 голды и бесплатный щит. Не забудь досмотреть это видео до конца, а также еще мне в игре под ником ZP Offline. Вперед! Мороз и солнце, день чудесный. Что же правило, киевская полиция совсем не знает о нас в охоте. Вроде знак ясный. Вроде все соблюдают, кроме одних. Красавцы. Ну, у них служебное задание, вон они пошли в Форнете покупать кофеек. Нет, ложные у людей задания служебные. Можно парковаться с нарушением. Ну, а что? Нормально. Выбрать себе слойку пока можно. Святое дело. Вот он, коллега. Пойдем послушаем его напарника, который сейчас будет рассказывать, что у них не отложное служебное, поэтому они нарушают. Стандированные тачки. А что, хорошие сонаты выдали. Можно нормально постоять. Здравствуйте. Почему нарушаете? Ну, в прямом смысле, что нарушаете? Вы смотрите. Я спрашиваю, почему нарушаете? Закройте право. Вы можете мне ответить? Что значит, закройте дверь? Я бы обратился к вам узнать, почему нарушаете. Закройте право. Вы меня слышите или нет? Я вас не слышу. Ответьте на вопрос. Я вам еще раз говорю. Закройте право. Я говорю, объясните мне, почему вы нарушаете. Я говорю, закройте, пожалуйста, дверь, я к вам выйду. Закройте, пожалуйста. Зачем? Я к вам сяду, у вас тепло. Не надо ко мне сядут. Вы мне расскажете, почему нарушаете. Не надо ко мне сядут. Выдите, пожалуйста. Я не заходил к вам еще. Ну, закройте дверь. Вы понимаете, я говорю... Я говорю, закройте дверь, выйдите, пожалуйста, с машины. Да с чего я должен выходить? У вас тепло, тут хорошо А вы мне расскажите, почему вы нарушаете Я вас предупреждаю Если вы не будете выполнять мои требования А в чем закон о требовании? Выйти со служебной машины Почему? Я хочу задать заявление Заявление хочу написать Напишите на улице Потому что я не хочу, чтобы вы были в этой машине Я не буду выходить, вы не поняли Я выходить не буду Да я не буду выходить Вы не поняли, нет Я говорю, выйдите, пожалуйста, с машины Почему? Что вы меня пихаете? Пожалуйста, выйдите, пожалуйста, с машины Что ты пихаешь мне? А кто ты такой? А вы кто? Чего я толкаю, журвей? Я говорю, заявление я тебе хочу сесть Напишите, но не здесь Почему не здесь? Вы полицейский? Выйдите, пожалуйста, с машины Да я говорю, руки убери Нарушайте вы Написать заявление Какое заявление? Почему вы садитесь в служебный автомобиль? А что мне мешает это сделать? Почему вы садитесь в служебный автомобиль? Пожалуйста, руки убери от меня Ну так выйдите, извините Я говорю, руки убери от меня Выдите, пожалуйста, с служебным автомобилем Почему? Выйдите, пожалуйста, с служебным автомобилем Да почему я должен выходить? Пожалуйста, выйдите, пожалуйста, с служебным автомобилем Пожалуйста, выйдите с служебным автомобилем Пожалуйста, выйдите с служебным автомобилем Что, больной? Еще раз говорю Выйдите, пожалуйста, с служебным автомобилем Я говорю, ты нарушаешь Я хочу написать заявление, что они Руки уберут Выдите, пожалуйста, стоя на автомобиль. Вы нарушаете, стоите под знаками. Это ваше субъективное мнение. Напишите заявление. Так я хочу, я к вам пришел. Подойдите в райотдел и напишите там заявление. А зачем мне райотдел, если я здесь и вы нарушаете? Пойдемте, покажите. Вот знак. Вы знак видели? Под СДСУ стоит такой знак. Вы знак видели? Под СДСУ стоит такой знак. Вы не под СДСУ, не под СДСУ. Вы кем являетесь? Каждый день в Украине. Давайте с ваших начнем документы. С наших начнем? С ваших. Давайте начнем. Удостоверение будьте любезны. На, блядь. Вася, на блядь заработай деньги. Вася, за час блядь сто рублей нахуй. Свободен. Свободен. Не хотите работать, да? Лопатой блядь 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 блядь. Хуяло блядь ты еду же. Вас скоро нахуй, блядь, вас порасстреливать нахуй с тех, что надо, вы блядь. Бичи ебаные. Ругается в общественном месте. Я сначала с вами займусь. Арестуй его, блядь. Вы хотите какие-то заявления? Конечно, конечно, на вас. Будьте любезны, листик, ручку. Дайте человеку листик, если у нас есть. У нас нет. В смысле, у вас нет листиков. Как это не есть? Вот так и есть, только наоборот. А, вот так, да? Семьячок, я был бы на их месте, ты бы не в багажнике поехал. Да? Так а что, я могу сейчас поехать в багажнике. Давай, устрой. Угрозы. Принимайте меры. Уважаемые, в багажнике это не угроза. А маты в общественном месте? А? Вообще с на месте маты. Я не матехался, вы вообще! Посмотрите свои записи. Давайте, листик, ручку, пишу заявление. За то, что вы, стрельц. Будьте любезны, листик, ручку. Нет, нет, ручкой я вам дам. Листика нет. Бланк пояснений. Нет, бланк пояснений не установлено. Бланк пояснений, я тебе скажу не Elder. Какой бланк пояснений? Какой бланк пояснений? Как вас зовут? Я вас прошу сначала. Представьтесь. Як вас зовут? Я же не знаю как вас зовут. Ну как вас зовут? Меня Саша зовут. Будьте любезны. Показать вам достоверение, да? Телефон уберите. С чего решил, что я что-то буду убирать? Ну, уберите телефон. Я на камеру вам показывать служебное достоверение не буду. Послушай, вы отказываетесь. Я на камеру служебное. Они на камеру. Мне ничего не запрещает это. Так видно. Николюк Петров Александрович, старший на свете... Секунду, я ознакомлюсь. Да когда действительно... Ознакомлюсь. В чем проблема? Вытащите, не видно срока действий. Там все видно. Ничего не видно. Так, видно. До 2021. Николюк Петров Александрович, скажите, почему вы принимали физические меры ко мне? Куда? Какие меры физические? Я хочу присесть в автомобиль. Зачем? Это не ваш автомобиль. Это будет ваша собственность. Это ваш? Это служебный... Вот. Для чего? Вы сидели вообще туда сесть? На какие-то основания? Заявление написано. Какое заявление? О вашем нарушении. Каком нарушении? Я вам показал знак. Вот он за вами стоит. Кем вы являетесь? Вы за рулем были. Я? Кем вы являетесь? Вы сидели за рулем. Кем вы являетесь? Граждане Украины. Предъявите, пожалуйста, документы. В смысле? На основании чего? Я откуда знаю кто вы? Может быть, саппаратист вообще? Может быть. Может быть. Ну? Так откуда я знаю? Ну что, ну? Будьте любезны. Для начала. Будьте любезны. Я говорю. Свободен. Не свободен. Нет. Куда вы, инспектор? Что такое свободен? Грязный весь. Задница грязная. Что это такое? Давайте все-таки мы над вечно оформим. Хорошо? Пас. В смысле меня? Какое нарушение? Я же сказал, какое. Смотрите под знаком прямо. Ну и что? Так нельзя по правилам. Что нельзя? Идемте посмотрим знак. Какой знак? Да вот, висит на столбе. Что нельзя делать? Парковаться тут. А кто припарковал сюда машину? Вы? Вы уверены в это? Конечно. Вы видели? Конечно. Давайте доказы предъявляйте. Так давайте мы напишем заявление. Пишите заявление. Я вам дал ручку, давайте писать ручку. Пожалуйста. Есть листик? Есть листик? Ну а как вы принимаете пояснение у граждан? Пояснение как вы граждан принимаете? Пояснение? Да как? Сейчас они пишут в этом самом, в райотделе. Хорошо, поехали в райотдел. Поехали с вами. Пишем заявление. Вы мне отказываете в принятии заявления? Нет, я не отказываю. Конкретно вы мне отказываете в принятии? Принятие заявление чего? Заявление о вашем праве нарушения. Я не понимаю, что это... Почему что? Потому что это объективное мнение. Это субъективное. Так вы стоите, вот факт. А? Есть же факт. Какой факт? Вашего нарушения. Где? Вот вы стоите, вот знак. Ну и что? Ну и что? Я стою и знак. Вы нарушаете. Я хочу убрать ее. Убирайте. Убирайте. Сейчас сделаю свое указание. Не, не, не. Мы напишем потом все равно. Дайте мне ручку мою. Так я не написал еще. Верните ручку. Я говорю еще не написал заявление. Так пишите, или пользуйтесь, или дайте ручку. Так дайте бланк пояснения. У меня нет бланка пояснения. Еще раз говорю. У вас должен быть. У вас есть какие-то документы вообще, которые... Какие документы? Как вы, как вы, как вы, как вы материалы составляете? Я как хочу, так и составляю. А как это как хочу? Вы даете ручками? Вы что, стернировать меня будете или что, а? Что ты делаешь? Вы сломали ручку. Что ты делаешь? Уважаемый, ручку сломали. Вы что теперь? Вы сломали ручку. Засул себе задницу эту ручку. Смотрите, что я вам сейчас сегодня застылу. Давай, засунь, засунь. Что ты толкаешь? Вы ручку сломали. Что ты толкаешь мне? Заль, сломай руку. И что? Так ты вы ручку. И что? В райдил поехали. Все. Оформляйте. Я не шутил мне делать. В райдил ехать или нет. Уважаемый. Надо тут грудью своей махать. Вы что, больные вообще что ли? Вы что, больные вы или что? Вы вообще думаете, что вы делаете? Я знаю, что я делаю. Что ты делаешь? Это закон такое? Это закон такое? Да не надо мне лицо тыкать. Я не тыкаю. Согласно закону? Да, согласно закону я делаю, да. Физическую силу? Да. Потому что вы ломаете мое имущество личное. Ваше личное? Мое личное имущество, да. Дайте мне служебную ручку, я вам ее поломаю. Служебных ручек нету. Листик есть у вас? Листик есть у вас? У меня нету листика. А ручку вы сломали. До свидания. Признать не хотите? Стынь на базу. Это самое. Вам уже человек сказал, кто вы приблизительно и чего вы стоите. А вы что стоите? Совершенно правильно сказал. Совершенно правильно сказал. Вы очень зря меры не принимали. Поработайте. Возьмите лопату. Я не могу так и работать. Человеку даже деньги дает за то, что вы поработали бы. А вы только вот можете взять какой-то телефон. И показать уродов таких как вы. Вы настоящих уродов. Вонючий провокатор. Обычный. Провокатор. Смешно? Смотрю на вас. Смешно? Вонючий провокатор. Все. До свидания. Хорошо. Хорошо. Ну не прощайся с вами. Да мне все равно. Нет. Вяжи. 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 Давно вы работаете с полицией в теме? На теме давно сидите? Ну вы же знают люди. Увидят вас. Скажут. Расскажут. Кто вы, что вы. Какой теме? Ну какой теме? Больной на голову. Не позор армянский народ. Ты позор армянскую нацию. Ты на чем зарабатываешь? А почему армянская нация? Ты служил в армии вообще? Служил. Где ты служил? Какая разница? В армию. В армию. В армию. Навißt. Что ты у меня погрешь? Иди к детику. Что ты у меня прогрешь? Что ты у меня погрешь? Страшным. Ты блять боятся тебя кто то?" Ты что думаешь? Сейчас это меня убьют. Давай в тебе пр Frank. Что ты такой уй! Давай. Давай в тебе премранское нации. Ты смелый товарищ, давай. Побери. Ты abnormal. Все смелые вдвоем или не что? Сер please bullshit. А у вас? Вместе поедем в райотдел. Поехали. И напишем заявление. Вот гражданин хочет написать заявление на меня. Поехали. Поехали. Едем. Полиция. Ты в райотдел. На меня заявление напишешь. Давай. Мне не в жилу заявление писать. Мы поехали. Нужно кричить, что ты сейчас заявление напишешь. Лопату. Чтоб люди бы выходили. А потом будете снимать. А я тебя буду снимать. Хуй показать будем снимать. Давай. Покажи. Покажи, красавец. И он друга своего покажи тоже. Да больше чем вы из себя сделали сейчас. Поверьте мне. Такого я давно не видел. Вот давно не видел. В порядок. Подайте западную информацию. С вами разговаривать. Я не хочу. Вы ломаете мое имущество. Хотите разговаривать? Я с вами не хочу. Я с вами не хочу. А я с вами. Пишите заявление. Дайте листик мне. Я напишу. В чем проблема. Я не обязан вам ничего давать. Я дал вам ручку. Вы ее поломали. А как люди заявление пишут? Ручку берут шариков и пишут. На чем? На чем пишут? На чем пишут? На бумаге. Будьте любезны. Дайте бумагу. У меня нет бумаги. А как они пишут? Как вы принимаете? Как вы не обязаны? Вы сотрудник полиции. Для чего вы? Для того, чтобы нарушать и сжать здесь пончики приезжаете или что? Кофечка в удобстве попить. В тепле посидеть. Ты для этого тут сидишь? Бедненький. Не надо на меня запить дешевые свои такие штучки. Дешевые. У вас дорогие штучки. У вас штучки классные. Машину уберите. Машину уберите. Я не прощаюсь с вами. Не прощайтесь. Не прощаюсь. Поверьте мне. Не прощайтесь. Не прощаюсь. Пока вас не накажу, не попрощаюсь. Вы что думаете? Вас. Вас могу наказать. Показать вас. Вас хочу показать. Чтоб люди посмотрели. В центре Киева, возле вокзала стоят два урода откровенные. Урод это вы. Урод это вы. Вы урод. Моральный обычный урод. Я от вас услышал уже все, что хотел. Вы не только от тебя. Вы это граждану услышали. Все, чего вы стоите. Научитесь разговаривать хотя бы. Вот прям тоже движение знаете? Я знаю все. Пойдемте покажу. Пойдемте лучше. Он покажет. Пойдемте покажу. О, вот сотрудники полиции. Приехали. Вот до вас. Здравствуйте, ребят. Патрульная полиция, машина стоит с нарушением. Хочу составить постановление на них, написать заявление. Прям под знаком стоят. Можете выйти. Не слышу, не слышу. Да, раз. Спасибо, если можно. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите. Полиция Ярушенский. Ярушенский. Такая ситуация. Вот патрульный автомобиль. Вот знак. Так. Стоят прям под знаком. Так. Ну патрульный автомобиль, наверное, что принесло тут выполнить какие-то службы. Ну, наверное, же. Я думаю, так. Вы же бачите прекрасно, что тут стоят. Таксисты такие тут круглые. Я вам просто поясню ситуацию. Мы туда не будем. Залик. Я стою тут целую добовую. Вот целую добовую. Доней зараз. Что? Все здесь таксисты. А для зупиниться. У нас полиция может нарушать, что ли? У нас, по-моему, есть четкие... Правила дорожного руха, да. Есть правила дорожного руха. В каких случаях? Есть пункт 3.1. Правила дорожного руха. Что они при этом должны сделать? Что они должны сделать? Да. Ну, не на всех автомобилях. А на тех, которых нету, можно разуставить с нарушением? Да. Если они выполняют какие-то посадовы свою... Подождите. При этом надо как-то обрадоваться. Я сейчас, честно, мы очень поспешаем. По линии 102 звоните. Если вы еще хотите... Не-не-не, я хочу, чтобы вы сюда патрулю вызвали. Не я звонил. В смысле, до побачивания? Инспектор. В прямом смысле, до побачивания. В каком прямом? Вы можете вызвать? Я вам сказал, до побачивания. А патруль можно? Я вам пояснил, что патруль сюда не будет выезжать. Почему? Ну, того, что я вам пояснил. Вони с какой-то метод сюда приехали. Не приехали тут попить каву или еще что-то. Правильно? Нет, не для этого? Нет, это отдел ОДР. Если вам так интересно, почему они без каву? То есть они не... Видел организации дорожного урока. Они мне кофе сюда приехали. Нет, я сомневаюсь, что они приехали каву. А если я стал свидетелем того, что они именно для этого сюда приехали? Вы можете просто по рации вызвать патруль сюда? Я вам назову свои данные, дам документы. Я знаю ваши данные. Можно? Так вызовите сюда. Я зараза не... Давайте так, я через 15 минут сам приеду. Да не надо 15 минут. Вы просто вызовите патруль по рации второй. В чем проблема? Вызовите сюда, ребят. Вот вам просто цикало. Да мне не надо, мне надо, чтобы вы просто вызвали патруль второй. И все. Я зараз не имею часа с вами спілкуваться. Да не надо спілкуваться, просто вызовите инспектор. Да второй патруль вызовите и все. Сейчас, будьте любезны, я назову свои данные. Добре, прошу. Прошу что? Дайте я закриву двери. Будьте любезны, посодействуйте. Вызвать второй патруль. Я не прошу вас больше ничего. Оксандр, давайте. Я закриву двери, добре. Патруль вы можете вызвать? Добре, я выключу патруль. Сейчас и все. Давайте не будете манипулировать, но и рассказывать, что мне нужно делать. Я попросил помощи. Ну так, я почув, я вам все пояснив, я не бачу. До цельности сюда викликати патруль. Хорошо. Я вам свои данные також назвал. Патрульная полиция применяла ко мне экономическую силу. Кто до вас применяла? Данная инспектора полиции это зафиксировано. Сейчас мы что будем еще рассказывать? Александр, пожалуйста, дайте, я закриваю, что мне не потребуется. Да я просто хочу вызвать. Я просто хочу вызвать. Да вызовите сюда. Я вас очень сильно прошу. Да вызовите сюда патруль. Здоровье, пожалуйста. Я вас очень сильно прошу. В чем проблема вызвать? То, что я не вижу до цельности, тут с іншого патруля. Александр, все. Тут право закинуть. Я секунду. Да как это все побачу? Да не Саша, я вам. Я вам не Саша. Идите в автомобиле, я сказал. Вы нормальная адекватная людина, или что? А ты нормальный? Я тебе говорю, попросил тебя вызвать патруль. Иди дэвид машины, скажу, по нормальному. Что нет? Пойдите, пожалуйста. Вы, 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 подорки, ребят. Вы, 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 подорки, на ручки на нем. Да, 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 да. Да, 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 да. Это капец. Вот тут, подожди, не выходите на дорогу. Да я говорю, руки уберите. Я говорю, на дорогу не выходите, пожалуйста. Да, это, конечно, жестяк. Да, жестяк. Ходите по проезду, нарушайте право дружбы. Вы вообще не нарушаете. Я не нарушаю. Нет. Нет. Если я нарушаю, есть цивильные методы решения. Не такие, как у вас. Не нагло садиться в автомобиль без спроса. А какие? Я хорошо, какие есть. Я вам еще раз говорю. Ну, какие? Есть, вы хотите получить информацию. Нет, нет, нет. Вы говорите, есть цивильные способи. Как вас привлечь к ответственности? За что меня привлечь? За нарушение права дружбы дружбы. Это ваше субъективное решение мнения, еще раз говорю. Субъективное мнение. Если действительно я нарушил, тогда меня надо привлекать. Как мне это сделать? Как мне это сделать? А вы не знаете? Ну вы, расскажите, как вы говорите, есть Я делал так, как я знал Вы говорите, это неправильно Хотел сесть и написать заявление О том, что вы нарушаете Для того, чтобы написать заявление, надо не ломать ручку для начала Хорошо, я сел, к вам автомобиль И написал заявление, вы начали выталкивать меня Не надо судиться ко мне в автомобиль без разрешения Это служебный автомобиль Он выдается служебным особям Вы не служебный особям Вы не маете права туда без дозвола Заходить не в примечие, не в службу То есть я что-то нарушил? Я что-то нарушил. Ну, когда я сел в автомобиле... Вы нарочите правила, с самого начала, вы нарочите правила этикета, обычного этикета. Даже правила обычного. Для самого начала. Вам надо идти в полицию нравов тогда. Куда мне надо идти? Я сам растерю. Ну, вы говорите, у нас этикет не наказано. Я вам советую, куда вам ходить, правильно? Хорошо, если я нарушил этикет, вы как полицейский... Это сначала, для самого начала. Административные, либо уголовные какие-то статьи я нарушил? Да, я пропонил ваше нарушение. Какое это было? это административное нарушение административное нарушение это можно какой-то нет я хочу дать граждан Украины вы применили силу вы сломали хорошо хорошо спасибо большое хорошо до встречи прокуратуре а